Дональд Трамп держит Америку в напряжении. Именно так авторитетное издание «Политику» описывает процесс формирования избранным президентом его будущей администрации. Сегодня Трамп встречался с бывшим губернатором штата Техас Риком Перри, который, к слову, также пытался стать кандидатом от республиканцев на президентских выборах, но рано сошел с дистанции. Ожидается, что ему предложат должность в Министерстве обороны. По-прежнему одним из ключевых, неотвеченных вопросов остается вопрос о том, кто займет пост госсекретаря. Чаще всего в этом контексте звучит имя бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани. С ним Трамп провел встречу накануне. Кто может составить ему конкуренцию? За ходом формирования новой команды Белого дома следит мой коллега Евгений Маслов. Он присоединяется к нам с 5-й авеню на Манхэттене от Трамп Тауэр, где до переезда в Белый дом обосновался избранный американский президент. Евгений, приветствую. Вам слово. Да, Тихон, приветствую. Трамп Тауэр в Нью-Йорке уже стала своего рода приемной для собеседований, на которой приглашают кандидатов в новую администрацию Белого дома. Сегодня избранный президент встречался с бывшим губернатором Техаса и своим бывшим конкурентом по гонке за Белый дом Риком Перри. Ему, очевидно, будет предложено место в команде Трампа, скорее всего, в качестве госсекретаря. Но не исключается, что он может возглавить и другое министерство, и курировать энергетический сектор. Перри, как его называют в прессе, типичный республиканец-южанин. Он неоднократно выступал за предоставление широких прав штату Техас. По всем ключевым реформам, которые продвигал Барак Обама, будь то реформа системы здравоохранения или однополые браки, Перри оппонировал президенту. Любопытно, что на пост госсекретаря прочат также и другого видного консерватора, бывшего губернатора Массачусетса Миттером. Он также баллотировался на пост президента в 2012 году. И с ним Трамп встречался в субботу. Правда, уже не в Нью-Йорке, а в Нью-Джерси. Любопытно, что Ром не критиковал Трампа в ходе этой предвыборной кампании в довольно жесткой форме. Их встреча, как было объявлено, прошла конструктивно, но о назначениях по ее итогам пока не сообщалось. Трамп накануне встречался и с одним из своих ярых сторонников, бывшим мэром Нью-Йорка Джулиани. Его также рассматривают на пост главы американского госдепартамента. Джулиани хорошо знают здесь, в Нью-Йорке, отношения к нему, можно сказать, неоднозначные. Одни считают, что он навел жесткой рукой порядок в городе. В частности, ему принадлежит идея внедрения практики стоп-инфриск, выборочных досмотров, особенно в латино- и афроамериканских кварталах, районах города, за что его многие критиковали. Вообще, с точки зрения либералов, он перегибал палку, наводя порядок в Нью-Йорке. Ну, в общем, пока выбор кандидатов на ключевые посты в администрации не удивляет. Приглашаются одни из самых консервативных политиков в стране. Тихон? Евгений, а как в целом обстановка у Трамп Тауэр? Продолжаются ли, например, протесты там против избранного президента? Вы знаете, обстановка спокойная. Сегодня акции протеста здесь не проводились. На выходных действительно и здесь, в Нью-Йорке, во многих других городах прошли митинги. Самый, пожалуй, массовый. На этот раз в Вашингтоне к протестам подключился и Бродвей. Получила продолжение истории с бродвейским мюзиклом «Гамильтон». Я напомню, что трупа мюзикла, посвященного одному из отцов-основателей США, после спектакля, на котором присутствовал избранный вице-президент Пенц, обратилась к нему прямо со сцены с просьбой не нарушать основополагающие принципы американской демократии и следовать, в частности, принципам толерантности. Трамп в своем твиттере уже ответил на это тем, что актеры устроили грубый выпад в адрес избранного вице-президента. И актеры уже ответили в твиттере тем, что это была не грубость, а обращение. А накануне в ходе церемонии награждения премии American Music Awards ее ведущая высмеяла будущую первую леди США Меланию Трамп, спародировав ее манеру говорить. В общем, представители шоу-бизнеса в США не стесняются выражать свое недовольство избранием Трампа президентом. Что касается Мелании Трамп, то американская пресса сегодня пишет о том, что после инаугурации 20 января она, скорее всего, останется в Нью-Йорке, чтобы 10-летний сын президентской четы смог закончить здесь школу. То есть Трамп Тауэр превратится, по сути, во второй Белый дом и будет охраняться соответственность, что уже вызывает недовольство у мэрии города, который намерен добиваться в этом случае госфинансирования для обеспечения дополнительных мер безопасности. Тихон? Спасибо, Евгений Маслов. Мой коллега на прямой связи с нашей студией от Трамп Тауэр на 5-й авеню в Нью-Йорке, которая в последние дни стала, по сути, таким главным штабом Дональда Трампа, где он встречается с потенциальными кандидатами на разные должности в своей администрации.